Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня великолепная новость для новичков, потому что сейчас у вас есть реально возможность купить себе имбовую имбу всего лишь за 5500 голды в составе шикарного набора. Просто обалденнейший набор и я рекомендую данный набор всем, у кого нет лёвы, я рекомендую данный набор всем, у кого нет годных машин на 8 левеле и вы долго собирали своё золото и вам нужна фармищая машина и машина, которая позволит вам, скажем так, допускать какие-то ошибки и будет вам их прощать. Поверьте мне, лёвчик вас не обидит. Машина просто обалденная. В составе набора за 5500 золота и плюс к тому есть такое же предложение за реальные бабки, но его мы не будем обсуждать, всё-таки за голду гораздо выгодней. Так вот, ребят, в состав набора входит 30 дней према, полмиллиона серебра, окей, пускай это несколько боёв на лёвчике, допустим, за 5 боёв победных вы на лёвчике при хороших результатах эту сумму соберёте вполне спокойно. Плюс к тому, вы имеете x5 на лёву в количестве целых 25 штук и это поможет реально вам поднять свои копилки по свободному опыту, по серебру, по элитному опыту экипажа. Короче говоря, штука годная, она вам поможет. Есть аватар, но дело такое, я бы назвал это в данном наборе шелухой. Открытое всё оборудование на 8 уровне серебра стоит и позволит вам сэкономить больше, чем полмиллиона. И, ребят, есть просто обалденный камуфляж Колос. Если бы я мог купить себе этот камуфляж отдельно, я бы это сделал, потому что в этом внешнем виде машина просто охренительно смотрится. Я не любитель камуфляжей, я не понимаю, зачем тратить голду на них, в случае, если лучше бы я эту голду потратил на какую-то годную машину. Но, ребят, это один из тех случаев, когда я готов был бы потратить золото на то, чтобы купить себе камуфляж Колос. В нём машина смотрится просто обалденно. Я не знаю, какими словами ещё передать моё дикое-дикое впечатление позитивное от внешнего вида машины именно в таком раскрасе со всеми этими огнями. Это действительно просто чума какая-то. Что касается приобрести Колос себе просто вот так вот, нет, нифига не получится, он сейчас не продаётся, просто за нефиг делать. Но только вот в составе вот этого вот. Если вы приобретёте себе данный набор сугубо ради камуфляжа, то тогда вы получите компенсацию всего лишь 1 900 000. И я не готов отдавать 5 500 золота для того, чтобы сам Камо себе взять. Но, не знаю, когда появится возможность за нормальные какие-то адекватные деньги приобрести себе Колос, я с удовольствием себе его возьму. Теперь, а кстати, Колос или Колос, как правильно? Напишите в комментариях, если вдруг я называю неправильно данный камуфляж и ставлю неправильно ударение. Теперь, что касается, ребят, самой машины. Машина суперская, почему? Потому что, как я уже говорил, она обладает способностью прощать вам ваши ошибки. У неё очень классная броня, у неё очень хорошая приведёнка. 251 приведёнки по щекам. Броня в, скажем так, во лбу башни. С учётом приведёнки тоже довольно неплохая. Она там 357. Немножко где-то как-то танцует в плюс-минус. Но в целом башня довольно-таки крепкая. Есть вот эта комбашня, но она не такая уж и большая, не такая уж и страшная. Да, порой выцеливают. Что касается морды у корпуса, то здесь всё тоже довольно бодро. С приведёнкой 278. По центральному бронелисту 203. Короче говоря, машина в отношении бронегодная. Понятное дело, что голдой пробивать будут. И кто-то скажет, что фугасами можно кидать в основание башни, для того, чтобы сюда наверх залетало. И я с этим всем соглашусь. Но в целом машина очень крепкая. И довольно часто даёт рикошеты своей бронёй. Что касается того, чтобы ромбовать, то здесь с учётом приведёнки порядка 600 миллиметров. Короче говоря, просто-таки красота. Понятное дело, что с бортов его пробивать будут. 91 миллиметр с учётом приведёнки в прямой проекции. И корма здесь тоже. Я бы не сказал, что магнит для фугасов. Но однозначно магнит для бронебойных снарядов. Заходит сюда просто-таки в великолепном. Короче говоря, если отыгрывать, то только вот в такой вот проекции. Либо немножко под углом. Но обязательно доворачивайте башню, чтобы щёки не подставлять. Потому что в такой проекции здесь пробивать 100% будут. Будет серая зона. А вот если вы будете из-за какого-нибудь укрытия ромбовать и плюс ставить вот так вот орудие, то, ну, скажем, будет довольно сложно вас выковырять. Будут бить в основном по нижнему бронелисту. Но в целом отыгрывать можно. Угл склонения орудия вниз очень классный. Как вы видите, по этой модели опускается вот так вот. И теперь представьте себе, что вы где-то стоите на каком-то пригорке. Ваш верхний бронелист 400 мм брони с приведёнкой. Башня тоже с приведёнками. Короче говоря, фиг вас проковыряешь. Что касается сравнения с другими машинами. Ребят, их такое количество, что сравнивать просто не имеет смысла. Это только тяжёлые танки на восьмом уровне. Поэтому я не совсем понимаю, какой смысл сравнивать эту машину с конкретными из них. То есть, по большому счёту, я бы мог сейчас выбрать те машины, которые я считаю за необходимое поставить в сравнение. Для того, чтобы сказать, что машина хорошая, либо наоборот, для того, чтобы сказать, что машина плохая. Но так или иначе, обратите внимание, что заявленный ДПМ в 2200 единиц, он в принципе довольно приемлемый. И что самое интересное, он действительно реализуемый. Теперь, что касается того, о чём стоит заявить громко. Это 185% доходности. Это просто шикарный показатель. Ни одна машина не обладает на восьмом уровне из тяжёлых танков таким процентом доходности. С такой возможностью реализовать данную доходность и действительно пополнять свою серебряную копилку. При этом, ребята, обратите внимание, что практически 3000 игроков играют данную машину и имеют 52% результативности по победам. Это говорит о том, что данную машину катают не только какие-то скиловики, как, допустим, того же самого Бофорса. А ребята, которые являются средними игроками. И для средних игроков 52% результативности машины, я считаю, вполне достаточно для того, чтобы можно было приобрести себе её в ангар. Что касается технических характеристик, которые мы можем с вами обсудить непосредственно стоя в ангаре. Это орудие. Всё остальное будем заценивать с вами непосредственно в бою. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я же попытаюсь максимально радовать вас всё новыми и новыми видео. Итак, ребят, что касается орудия. Орудие 310 единиц альфаим, что на 8 уровне. Я бы не сказал, что прям вау много. Но с учетом того, что эта машина перезаряжается за 8,5 секунд, я бы сказал, это очень приятно. Это очень классно. Время сведения вполне нормальное, комфортное. И что касается разброса, он вообще составляет 0,3. И это очень большая редкость для тяжёлых танков. Что касается углов склонения, как я говорил, минус 8. Помогают очень классно и бодро отыгрывать от неровностей и отыгрывать от башни. А что касается бронепробития, то 234 больше, чем достаточно. Ну, а если недостаточно, если вас кинуло против прям какого-то сильно крепкого лба на 8 уровне или против девятки, то 294 на подкалиберных, уж поверьте мне, сделают своё дело. Но все эти показатели, ребят, с учетом того, что у меня установлено оборудование и соответствующая амуниция. Ну что, обсудили машину просто на словах, а теперь давайте возьмём данный аппарат, возьмём обычный бой встречный и поехали, попытаемся на ней побоевать. Что значит Лёва в современном рандоме? Это не очень подвижная машина, которая крепко держит удар. Жёсткий товарищ, который, если куда-то заезжает, может довольно неплохо бока намять. И многие ребята ошибочно считают, что Лёва, он прям совсем морально устарел. Да, я спорить не буду, Лёвчик действительно на сегодняшний день не самая бодрая машина на 8 уровне. Но, ребят, давайте рассматривать Лёву именно как потенциал для тех игроков, у кого нет годных премиумных машин и нет возможности приобрести себе что-нибудь крутое и клёвое, допустим, за 10 косарей голды. 5,5 тысяч золота это вообще не цена для 8 уровня, а уж тем более для 8 уровня, который позволяет вам довольно не кисло фармить по результатам ваших боёв. Ну что, поехали, попытаемся что-то сделать. Ехать самому на линию ТТ, с учетом того, что против меня два брата будет ТТшника, у меня желания нет абсолютно никакого. Поэтому поедем поддерживать наши ПТшки, СТшки, ЛТшки, параллельно обсуждая Лёвчиков. Подвижность. В принципе, если раскочегарить, то едет. Сказать, что это прям ракета? Нет, абсолютно. Едет он не сильно бодро, я бы сказал даже вяло, но в то же время упрямо. Знаете, вот такой вот монолит на гусеницах, по-другому его не назовешь. Что касается... Секундочку. Что касается того, чтобы выцеливать кого-то на дальних и на средних расстояниях, абсолютно спокойно это получается делать. Как вы видите, сейчас уже получил одно непробитие. Подъезжаем к товарищу и будем кидать свою первую плюху. Вот она. Теперь начинаем прятать свой нижний бронелист, немножко мансить. И понятное дело, что товарищу с нами делать здесь нечего. Он не будет нам ничего противопоставлять, потому что противопоставить элементарно в запасе у парня нечего. Так, ИС-3 это не очень хорошо в корме. Как я уже говорил, корма пробивается. Но, ребят, надо продолжать, поэтому поехали. Сейчас попробуем пробиться. Брат, вот это ты зря делаешь, потому что и ты себя подставляешь, и меня сейчас немножко тормозишь в процессе. Так, поехали. Отходим немножко назад, выцеливаем парня, кидаем плюху на 300 и радуемся жизни. Как я говорил, время перезарядки очень бодрое, очень приятное. Убежал засранец. Ладно, поехали другого ковырять. Давай, выезжай. Нет. Извините, мне надо было добрать. Да, прости, брат, я немножко тебя своей кормой притормозил, но это связано с тем, что я хотел просто минуснуть дополнительный ствол и, соответственно, приблизить нашу с тобой победу. Я надеюсь, парень на меня не обидится и дизать меня не будет по результатам боя. Ну что, поехали дальше. Дальше, машина предназначена для продавливания направления. Машина предназначена для того, чтобы заехать, держать удар в какой-нибудь улочке, сдерживать тяжелые танки. И поверьте мне, его 1800 единиц выковырять, ну, сложновато даже для тех ребят, которые альфовые. Ну, просто потому что 1800 запаса прочности это больше, чем достаточно для того, чтобы годно повоевать. Довольно часто машина выживает, если вы с умом отыгрываете. Так, 4 фрага сделали. Где еще один? Понятное дело, что добираю недобитков и, возможно, это не совсем показательно для машины, но в любом случае некоторые вещи по ней мы заценить сможем. Машина бодрая и действительно довольно часто бывает, я бы сказал, фундаментом для победы команды. И когда я захожу в бой и вижу, что против меня будет Лёва, я понимаю, что бой будет, ну, скажем так, не из разряда простых. Точность орудия. Как я говорил, время сведения нормальное, точность по орудию просто шикарная. На средних, на дальних расстояниях, как я уже отдельно отметил, действительно очень годная. Мне Лёвчик в этом отношении всегда нравился. Ну, вот она долгожданная победа, 4 сделанных фрага. Я не думаю, что я накосил прям большое количество урона, но в любом случае давайте попытаемся посмотреть на результаты по бою. Смотрим, что машина сделала за то короткое время, которое я провел в бою и получил от него массу удовольствия. Вполне спокойно, не задумываясь, не напрягаясь, 2100 единиц нанесенного урона, 4 сделанных фрага по результатам фарма. С учетом того, что я сделал в бою, и я, как я уже сказал, не сильно напрягался, без учета каких-то бусеров и всякой подобной дребедени, но с учетом премиум аккаунта, сразу вот так вот с корабля на балл 87,5 тысяч серебро. По-моему, это очень круто за вот такие вот бои, и Левчик вот так вот играется приблизительно где-то в 7, а порой и в 8 в боях из 10. И именно за это я Леву просто-таки готов в корму целовать, потому что машина просто шикарная, даже на сегодняшний день, с учетом всех новых имбовых машин на 8 уровне. Второе место в команде по урону, и поверьте мне, вы вполне спокойно на Левчике будете делать плюс-минус, даже если прям совсем играть не умеете, от 1800 единиц урона, ну просто таким слетом 2500 до 3000 тоже вполне спокойно делать сможете. Я не знаю, честно говоря, что еще добавить, кроме того, что положа руку на сердце, это одна из немногих машин, про которые я могу сказать. Брат, если тебе нужна хорошая машина, которая будет фармить, которая будет легко отыгрывать в бои, и ты хочешь получать удовлетворение от боев, и не хочешь потратить на это всю золотую копилку, или ты долго собирал и это все, что у тебя есть, поверь, если ты купишь данную машину, ты однозначно не пожалеешь. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, подписывайтесь на канал, мило... мыло, господи, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.